Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Выполним упражнение номер 22 на странице 25 Прочитайте Точка, вопросительные и восклицательные знаки Это знаки препинания, которые ставятся в конце предложения Если предложение спокойно сообщается о чем-либо, то в конце предложения ставится точка Например, быстро пролетело лето Если предложение содержит вопрос, то в конце предложения ставится вопросительный знак Например, кто пишет книги для детей? Если предложение произносится с сильным чувством, с радостью, огорчением, призывом То в конце предложения ставится восклицательный знак Например, не ломайте ветки деревьев и кустарников Сделайте вывод, какую работу выполняет каждый знак препинания в конце предложения Итак, исходя из того текста, который мы прочитали Давайте подумаем, какую же работу выполняет каждый знак Итак, во-первых, знак препинания подсказывает нам, каким является предложение Как его нужно читать То есть, если в конце предложения стоит точка То она сообщает нам о том, что в этом предложении о чем-то сообщается И читать его нужно спокойно Если в конце предложения стоит вопросительный знак Это подсказка, что это предложение содержит вопрос Если стоит восклицательный знак То это подсказка к тому, что это предложение нужно читать с чувством Спешите выделенные предложения Итак, первое предложение Быстро пролетело лето Начинаем его записывать с заглавной буквы Быстро Пролетело Лето В конце предложения мы ставим точку Следующее предложение Кто пишет книги для детей Записываем также с заглавной буквы Кто пишет книги для детей Ставим знак вопроса И последнее предложение Не ломайте ветки деревьев и кустарников Пишем с заглавной буквы Не раздельно Ломайте ветки деревьев и кустарников Ставим восклицательный знак Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте Если есть вопросы, предложения или пожелания Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok